Здоровье это еще не все, но все без здоровья ничто, поэтому в ближайшие полчаса посвятим полезной информации. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. В каждой семье, конечно, хочется иметь здорового ребенка. Нет таких родителей, которые не желали бы, чтобы их дети были крепкими, умными, красивыми. Но у некоторых малышей сразу после рождения возникают болезненные изменения мышечного тонуса, которые затем накладывают отпечаток и на жизнь ребенка, и на жизнь его родителей. Вылечить заболевания полностью невозможно, но активные реабилитационные мероприятия помогают развить двигательные, интеллектуальные и речевые навыки. Максимальные усилия по реабилитации ДЦП нужно прилагать в возрасте до 8 лет, так как именно в это время мозг наиболее активно развивается. Это тема нашей сегодняшней программы. Знакомьтесь, пожалуйста, у нас в студии. Елена Канонерова, фельдшер группы для детей с ДЦП. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Екатерина Проскурина, воспитатель-дефектолог группы для детей с ДЦП. Добрый день. Здравствуйте. Ольга Щедрина и ее дочь Алиса. Добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Добро пожаловать в нашу студию. Мы были в первую городскую больницу в отделении неврологии, где массу всего мы выслушали, но в итоге нам попался врач, которому просто стало интересно, почему так, а не иначе, и почему она что-то делает, а что-то нет. И он нам посоветовал сдать генетические анализы, после чего подтвердило, что у нас генетическое заболевание. И после того мы стали уже искать какие-то выходы, как помочь нашему ребенку. А сколько времени в среднем ушло у вас на постановку этого диагноза? С того момента, как вы заметили проблему? Почти год. Нет. Потому что это очень редко. В данном случае наше заболевание, но очень редко. И даже в Самаре такие анализы не принимают. Мы отправляли это все в Москву, где нам уже подтвердили. Ну, сейчас надо, наверное, нашим зрителям пояснить, что несмотря на то, что мы главным образом про детский церебральный паралич говорим сегодня, у Алисы проблемы с опорно-двигательным аппаратом, скажем так, да? Оль, вот каково это, когда такое известие приходит в семью? Ну, это очень сложно, конечно же. Просто когда нам это сказали, нам диагноз поставили, это прямо сказали в лоб. И прозвучали не то, что слова как бы поддержки или еще что-то, а нам сказали, ну, вы не расстраивайтесь, вы еще молодая, вы можете родить еще здорового ребенка. Вроде живите, радуйтесь, наслаждайтесь ее каждым днем, пока она с вами, и рожайте, пожалуйста, пока не будет у вас здоровой. В принципе, никакого лечения... Ну, хорошо, хоть не предложили оставить государство. Ну, а нет, был такой вопрос, вы оставляете или... Нет, был такой вопрос, но как бы наоборот, вот это все у нас наоборот сблизилось с мужем, и мы как-то стали вдвоем бороться, искать кто, где, какие там... Не знаю, может, я как-то не связанно говорю, но вот данная проблема подтолкнула нас, и мы стали, не знаю, больше узнавать. До того момента мы думали, что у нас на самом деле все здоровы, и нет у нас детей-инвалидов, их не видно. После того, как мы стали ходить и по разным занятиям, по разным санаториям, лечебным группам и всего прочего, оказывается, у нас море, море особенных деток, которые нуждаются в поддержке, в помощи, в том числе в реабилитации. И хочу сказать, что информации о том, вот касаемо реабилитации, каких-либо программ, очень-очень мало. То есть найти эту поддержку достаточно сложно. Найти, да, очень сложно. Это все приходится искать именно как вот сарафан на радио, друг по другу. Все-таки, что такое детский церебральный паралич? Такое, мне кажется, одно из самых, наверное, загадочных заболеваний, потому что наши умы медицинские все еще спорят, а почему, а у кого, по каким причинам, а что это такое. И потом ведь, насколько я понимаю, ДЦП может быть в совершенно разных проявлениях у ребенка, да? Ну да, все правильно. Это очень тяжелое заболевание. Вообще ДЦП – это заболевание высшей нервной деятельности, при котором основной проблемой служит поражение опорно-двигательного аппарата. Также при этом проблемы в плане крупной и мелкой моторики, нарушение равновесия. Много очень сопутствующих заболеваний при ДЦП – это нарушение зрения, различные виды косоглазия, атрофии зрительного нерва, нарушение слуха, эпилепсия, слюнотечения и так далее. И не всегда бывает сохранный интеллект у таких детей, да? Я сейчас хочу уже рассказать нашим зрителям, что это за такая группа, про которую мы говорим. На самом деле группу для детей с ДЦП мы снимали на первых этапах ее становления, скажем так. И я хочу, чтобы мы сейчас просто вместе посмотрели этот сюжет. Пришла за Мишуткой. Первый день – ничего. Второй день даже говорит – идти ко мне не хочет. Да, лазит, ходит. То на худунках, то здесь. В общем, ну мы довольны. Мы, например, очень довольны, что есть такая группа. Все. Все, спасибо большое. Мишеньке 4 года. Он не умеет ходить и говорить, часто болеет и не идет ни к кому, кроме мамы и бабушки. До недавнего времени он знал только их. У мальчика детский церебральный паралич. Сегодня все изменилось. Да, конечно, конечно, мой родной, конечно. Ой, бабуля, сожжай. А началась эта история полтора года назад, когда в приходе храма в честь трех святителей появилась женщина с двумя близнецами. Мальчики родились с диагнозом ДЦП. Отец, узнав об этом, ушел искать лучшие жизни, и весь груз забот лег на плечи их мамы. Она оставила работу и посвятила себя детям. Я один раз ей сказал, что вот Василиса, вот крест какой вам достался. Она говорит, какой крест? Это же счастье. Она не воспринимает это как беду, как крест, а воспринимает это как свое счастье и предназначение. Такая самоотверженность поразила настоятеля храма отца Алексея. А следом пришла мысль открыть группу для детей с диагнозом ДЦП. А родители детей-инвалидов зажаты в тисках своего горя. Они одни. Им некуда идти, не с кем поделиться, негде оставить ребенка. Покушал? Спасибо скажешь. Все, спасибо. Ни одна семья, где появляется ребенок с ДЦП, не может быть готова к подобного рода испытанию. Для родителей это шок. Состояние полнейшей растерянности и непонимания, что делать дальше. В Самаре есть реабилитационные центры для таких детей. Но это не садик. Там нельзя оставить ребенка. Группа при храме начала работать с этой осени. Для каждого воспитанника отдельный взрослый. Поэтому одновременно здесь находятся четыре ребенка. По два дня в неделю. Пошли. Оставаться будешь у нас? Да, пошли там. Эх, тут вот у дяды интересное что-то. Ой, штука интересная. Пошли. Нам, можно сказать, просто очень повезло, что мы попали вот в эту группу. Потому что как бы мы не давали любовь своему ребенку, внимание, да, но ему нужно и общение. Ему нужно общение. Мало того, что со сверстниками. И вот я посмотрела, когда привели ребенка, дочь первый раз привела, когда внук сюда. Она говорит, мам, я удивилась, что он сразу обнял воспитателя. И от меня, говорит, ушел моментально. Тут царит добро, царит теплота. Я чувствую, как и педагог, вот, да, как и медсестра, как и воспитатель. Как они, ну, любят этих малышек, таких необычных. Наши дети, они необычные. Причастными к этому проекту могут считать себя десятки людей. Самарцы, чапаевцы, москвичи. Реабилитация детей-инвалидов сложна ведь не только душевно. Это очень дорогостоящее мероприятие. Церковный термин «литургия» произошел от греческого «литургия». Общее дело – служение. Сейчас помощь получают 14 детей и их родители. Скоро их станет больше. Вот это и есть литургия – соборное служение. Я думаю, что, наверное, сегодня уже много чего есть нового. Сколько детей на сегодняшний день посещает группа? На сегодняшний день посещает у нас группу также 4 ребенка в день. Ходят детки в основном по 2 раза в неделю. А всего сколько? Ну, у нас на очереди стоит 25 человек. Боже мой. Вот. В год мы охватываем 12 человек. То есть 8 детей посещает группу 2 раза в неделю. И 4 ребенка по одному разу. Вы знаете, я была в Тольятти в гостях в одной семье. И когда я рассказала о том, что у нас в Самаре существует вот такая группа, где можно прийти, оставить ребенка, с ним там будут заниматься. Честно говоря, мама просто рыдала на взрыв. Потому что она практически не выходит из квартиры. Ну, вот Ольга, я думаю, вам это все понятно. Мы так жили 2 года. Вообще практически не выходили. Выходили раз в неделю, когда папа у нас был выходной. Известно, что ДЦП излечить нельзя. Но что можно сделать? Что важно сделать? Ну, задачи какие у нас в нашей группе? Это социальная адаптация ребенка, обучение элементарным навыкам. Держать ложку самому, кушать. Научить их одеваться. Научить адекватно реагировать на какие-то жизненные ситуации. Потому что наши детки не всегда адекватно реагируют. Даже на посторонних людей. Есть у нас такие дети, которые очень эмоционально реагируют. То есть они в процессе посещения нашей группы, они учатся как раз вот этому. Ну и плюс это, конечно, общение. Самое главное, что, мне кажется, очень важно для особых деток. Дети между собой общаются, что очень важно в нашем садике. Еще четыре группы обычных детей, которые тоже общаются с нашими детьми. Мы выходим на улицу на прогулку, они видят наших деток, подходят, общаются с ними. Это важно и для наших деток с заболеванием, и для здоровых деток. Такое общение. Как раз происходит социализация детей. А как вы с Алисой общаетесь? Вы ей говорите, пойдем в садик или что вы ей говорите? Она ждет, когда мы пойдем в садик. В садик, да? Да, с утра. Она прям первое время вообще просыпалась рано и говорила, мама, пора одеваться. Алис, тебе нравится в садик ходить? Да. А что вы там делаете? Играть. Играете? Да. Ну, это просто здорово. Оль, сколько времени вы посещаете группу? С сентября месяца мы ходим, 15-го года. Что изменилось за это время в Алисе? Ну, она стала более самостоятельной, она стала как-то лучше общаться, по крайней мере, как-то может уже составить рассказ или какой-то, потому что, ну, общаясь с мамой только было, да, и хочу, помоги. А тут она уже, ну, стала общаться с другими детьми, они стали посещать спектакли, у нее в жизни стало происходить что-то новое, интересное, о чем бы ей хотелось рассказать. Еще и спектакли. Театр у нас приезжает периодически. Ну, в наш детский сад приезжают театры различные, вот, которые мы тоже также с нашими детками посещаем. Вообще у нас не реабилитационный центр, но некоторые методы реабилитации все-таки мы используем в своей группе. Рассказать об этом? Конечно. Вот, ну, что у нас есть, как показали в группе, вот, сухой бассейн с шариками, вот, у нас также он есть, его дети очень любят, в нем происходит массажное воздействие на тело ребенка, психоэмоциональное положительное воздействие на ребенка, расслабление мышц, снятие спастики, вот. Значит, у нас есть худунки Рифтон, который показали Миша, вот, ходил на это. Это тренажер, с помощью которого дети учатся ходить, учатся шаговому движению. Вот, потом у нас есть горка. Не каждого ребенка можно научить ходить, да, имеется в виду ребенка с ДЦП, но кого-то, кого-то можно все-таки? Конечно, конечно. На это рассчитывает, по-моему, надеется каждый ребенок, посещающий нашу группу. У нас есть горка по Доману, с помощью которой детям легко учиться ползать, но, к сожалению, она занимает много места, поэтому нам пришлось ее убрать до лучших времен, пока у нас не будет большего помещения. Вот, и самым главным на сегодняшний день приобретением является тренажер Гросса, который нам помог приобрести фонд Доброделания. Спасибо им большое за это. Чем он хорош, что можно с помощью этого тренажера достичь? Да, главная новизна этого тренажера состоит в том, что тело больного, ребенка, принимает вертикальное положение. Это очень важно, особенно для детей с тяжелыми формами заболевания, потому что, приняв вертикальное положение, во-первых, нормально функционируют все внутренние органы, происходит социальная адаптация, развитие умственных способностей ребенка. Этот тренажер еще чем хорош, то, что он снимает чувство страха у ребенка. Конечности свободные, вот, ребенок понимает, что он не упадет, у него нет чувства страха. Вот, когда Алису впервые вот мы попробовали, вот этот тренажер поместили, мы сразу поняли, насколько он хорош. Потому что ребенок с разрод до ушей, ей очень понравился, она начала в нем ходить. Притом, мы сначала пробовали, Екатерина Александровна начала ей ножки переставлять, она говорит, не надо, я сама могу ходить. И она сама в нем перемещается свободно, она любит заниматься на этом тренажере. В общем, у нас на него большие надежды. Екатерина, вот Алиса, она ребенок, который может сказать, ответить, там что-то спросить, но далеко не все ваши воспитанники это могут, да? Да. В чем главная сложность именно вашей работы с такими детьми? Да, у нас детки разные, у нас не все говорящие. Очень много детей, у которых слабый интеллект и отсутствует речь полностью. Очень много таких детей, вот. Но мы с ними разговариваем, мы стараемся... Но вы не выбираете, вы всех детей, в принципе, берете в группу? Мы берем всех абсолютно детей. Не выбираем. То есть у нас в основном наш контингент вообще очень, вернее, дети с очень тяжелыми нарушениями. Потому что с легкими нарушениями их берут в другие центры и сады, которые имеют навыки самообслуживания, которые умеют кушать, да, которые просятся в туалет, которые говорят. То есть у нас детки, вот как раз, которые не могут кушать, не сидят, только лежат такие детки есть, да, вот, которые не говорят, у которых слабый интеллект. И таких мы тоже берем. Также мы с ними проводим занятия, и различные музыкальные мы проводим с ними, несмотря на то, что он лежит, сажаем, вот. И детям это очень нравится, дети музыку чувствуют, вот. А скажите, пожалуйста, почему нельзя, например, взять больше детей в группу? Почему четыре человека? Объясню. Во-первых, у нас очень маленькое помещение. Чисто по помещению мы не можем принять больше детей, чем... Площадь не позволяет. Да, площадь не позволяет. Вот. Ну, а потом, понимаете, каждому ребенку все равно нужен, так скажем, прикрепленный взрослый. Вот, наверное, это на первое место, может быть, да, поставить? Ну, есть такие детки, которые, вот у нас есть такие дни, когда очень тяжелые детки, и там уже, конечно, вот физически сложно, потому что каждому ребенку, каждому, и мы иногда кормим, вот. Вот, тогда мы участвуем все. Да, все четверо наших сотрудников, няня наша, фельдшер наш, все мы берем детей на руки и кормим, потому что есть вот такие достаточно сложные дети, к сожалению, которых вот даже в ходунки, не в ходунки, а в кресло специализированное нельзя посадить, он там просто не будет сидеть. Насколько мне известно, вообще, любые приспособления для такой группы очень дорогостоящие, потому что даже посуда у вас какая-то специальная, да, которая не бьется, не падает со стола. Да, на липучках, так скажем. Посуды, да, на липучках, чтобы ребенок нечаянно рукой, потому что бывает, часто у деток непроизвольные движения, и могут задеть рукой, и поэтому у нас все на присосках, на липучках. Но тоже, чтобы было понятно, все детки, которые ходят в вашу группу, это ничего не стоит родителям, да? Да, это абсолютно бесплатно для родителей, ни за питание, ни за пребывание, родители у нас ничего не платят. Эта группа абсолютно благотворительная, мы существуем на пожертвовании от благотворителей. Елена, что вас радует в вашей работе в плане результатов? Что вы видите вот за эти годы? Мы видим, самое главное, это счастливые лица наших детей, родителей. У нас хорошие отношения со всеми. Мы видим, как они с радостью приходят к нам, не хотят уходить порой от нас. Значит, мы нужны, группа нужна. То есть какие-то знания, конечно, Ольга, можно получить и родителям таких детей, да? Но возможно ли вот самим вариться вот в этом котле и самим достичь каких-то результатов с ребенком? Не, ну конечно можно, но это, когда ты один, это будет какая-то утопия. А когда ты видишь, ну иной раз бывает такое, что уже полная апатия, не хочется сдаться и все. А когда ты приходишь и видишь, что ну ты не одна, что тебе помогут, что тебя поддержат, что ну нельзя сдаваться, есть результат, к нему нужно стремиться. У тебя какой-то появляется сила идти дальше. Просто не могу не сказать вам огромное спасибо за вашу работу. Понятно, с какими сложностями, трудностями все это проходит. Но если бы не было вас, вот вы уже обозначили проблему, потому что очередь все-таки большая, да? И я думаю, желающих на самом деле. Очередь большая, маленькое помещение. Так, к сожалению, вот хотелось бы нам больше, ну так скажем, приобрести каких-то игрушек развивающих специальных, потому что в этом, конечно, тоже очень все сложно. Специальные приспособления. Так как, да. Одно всего кресло для кормления специальное, да, которое помогает ребенку удерживать вертикальное положение. Нам его не хватает одного. Получается, иногда по очереди кормим или на руках держим детей. То есть у нас материальные трудности, конечно, существуют. И надо еще сказать, что таких групп, в принципе, в России считанные единицы. Я знаю, что есть в Москве, есть в Самаре. И мы, по-моему, даже больше... Мы ездили в Москву, в Марфо-Мариинскую обитель, когда открывались по обмену опытом. Они первые открыли такую группу, и мы ездили, чтобы больше узнать. Как нам работать? Ну, к счастью, все-таки, вот... Есть у нас люди, которые с широкой душой, да, с каким-то добрым сердцем, которые позволяют вам все равно быть на плаву, не закрыться, потому что, судя по Ольге, насколько важно... Очень-очень важно. Спасибо за то, что пришли к нам в студию. Да, эти малыши никогда не станут такими, как их сверстники. Они не будут прыгать через лужи, носиться, сломя голову, и задавать бесконечно, и почему. Но ведь они от этого не станут менее родными и любимыми для своих родителей. И именно от родителей зависит, насколько такой ребенок сможет адаптироваться к жизни в социуме. Удачи вам. Встать на ножки, твердо пойти, Алисе. Спасибо большое. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!